Здравствуйте! Сегодня я прочту письмо, пришедшее с фронта 1943 года. Письмо пришло от начальника штаба 275-го стрелкового полка 117-й 1-й стрелковой дивизии 34-й армии Григория Меркушкина. Дорогие друзья, надеюсь, вы не обидитесь, если фронтовик откроет свое первое письмо по желаниям. Дай Бог вам хороших женихов. Шучу. Из письма Чуняевой я узнал, что вы поселились к Шуре. Благодарю вас, дорогие друзья, от души благодарю за внимание, которое вы оказали вашей подруге своим обществом. Я уверен, что вы будете хорошими друзьями Шурой, следовательно, и моими дорогими товарищами. Хотелось бы на вас посмотреть, как вы мучаетесь одна без мужа, другие без ребят. Не беда, потерпите немного, покончим с гитлеровской сволочью, и тогда к женщинам вернутся мужья, а к вам замечательные ребята, здоровые, жизнерадостные, закаленные в боях. Вы не можете представить, какие поистине замечательные ребята-фронтовики. Они тоже мучаются. Некоторые из них по годы и больше не слышали женского голоса. Они часто говорят о девушках. Они говорят о них с восторгом, как о стране, которую надо открывать, исследовать, распознавать. Они о них говорят, как о человеческой вершине счастья, радости и покоя. Хватит. Я, кажется, много. Разболтался. Кончаю. Мне надо работать. Я не должен забывать, что от четкости моей работы могут зависеть жизни многих людей. Я должен работать много и еще раз много, чтобы меньше лилась кровь наших замечательных ребят. Простите за неожиданное решение написать. Уверен, что не обидел вас капитан Меркушкин. Продолжение следует. Как я живу, какой мой адрес, можете узнать у вашей подруги Шора. Прошу поцеловать за меня замечательную женщину с благородной душой. Григорий. Письмо Василия Горбунову родным. 14 августа 1941 года. Здравствуй, мама, брат Коля, Мария Кузьминична и Юрий Андреевич. Шлю вам свой родительский командирский привет и желаю всего хорошего в вашей домашней жизни. Мама, письмо я получил 12 числа, за которое сердечно благодарю. И вижу, что дело неважное, как из Голливая, и так же нет ответа. От Андрея, да. Мама, теперь время идет военное, но не знаю, как теперь останется жив Андрей, ведь он является на фронте. Но не знаю, жив или нет. Но, мама, ты пишешь, что об нас слезы льешь. Я тебе не желаю этого, так что сейчас пропадают очень много. А если обо мне, я тебе и вовсе не желаю. Я живу спокойно сейчас и прошу, чтобы ты не беспокоилась. Я могу много писать тебе, даже бывал целыми днями свободен, и что хочу много написать вам. Но писать нечего. Жив и здоров, того и вам желаю. Ваш сын Василий Горбунов, радист и младший командир. Письмо Стрельченко В.И. Жене Мальтильде Филипповне. 24 марта 45 года. Саранск. Здравствуй, моя родная рыбка. Шлю тебе свой сердечный привет и желаю доброго здоровья. Роднушка. Только вчера я добрался до дому. Приехал в 21 час 30 минут. Так, что пришел домой неожиданно. Валерик уже лежал в кроватке. Бабушка узнала меня только тогда, когда я ее поцеловал. Первым долгом, конечно, я дал Валерику гармошку. Он сразу встал и сидел со мной до 12 часов ночи. Кроме гармошки, я привез ему кое-что из сладкого. Это я купил в Москве. Кнопочка, ты, конечно, крепко беспокоишься за меня. Особенно за то, добрался ли я. Скажу тебе прямо. Дорога прошла сравнительно хорошо, если не считать инстинкта с Сашкой. Где он сейчас, я не знаю. Он связался во Львове с какой-то еврейкой и съехал с ней в общем вагоне, без билета. А я ехал отдельно, в мягком. В дороге встретил еще несколько летчиков, которые также едут учиться. Милая, ты прости, что кратко пишу. Ты же знаешь, какой я писака. Машинку пока не продавал. Привез ее сюда. Дома пробуду до 28-го. Что касается здоровья нашей мамаши, то должен сказать прямо. Дело плохо. А бабушка совсем слепая. И все время спрашивает про тебя. Валерик уже большой. И везде чувствуется его работа. Открыл я семейный альбом. И что ж ты думаешь? Он ухитрился исчертить все мои фото. Правда, мне удалось стереть резинкой его работу. За кормушку он очень благодарит. И тебя, и меня. В общем, роднушка, скорее бы конец войне. А там мы с тобой зажили иной жизнью. Сейчас я сижу в гражданском. Одел брюки. Что ты сшила мне для дома? И шелковую голубую рубашку. Все это очень понравилось маме. Роднушка, здесь такая зима, Что ты не можешь себе представить себе. Снега метра два. Все занесено. Вот я сегодня возьмусь за очистку двора. Кнопочка. Надеюсь, ты напишешь мне на адрес тети Шуры Все подробности своей жизни. Пиши, родная. Жду. Привет от мамы, бабушки и Валерика. Крепко-крепко целую тебя, моя кнопушка, Твой Владимир. Мужене от Григория Яковлевича Наркушкина. Шурик, здравствуй, мое солнышко. Получил твое письмо. Пишешь, что редко получаешь мои письма. Не знаю, чем объяснить, Но я по-старому пишу тебе ежедневно. Я хочу, чтобы ты не беспокоилась за меня И каждый день знала, что делается со мной. Я также хочу знать каждый день, Что делается с тобой. Поэтому и ты пиши по-старому часто. Шурик, время идет. Все ближе и ближе к концу войны. Скоро настанет тот день, Когда мы снова будем вместе, Моя дорогая крошка. Сколько будет счастья. Сколько будет радости. Мы обязательно съездим к родным. Сегодня сфотографировался. Скоро будут карточки готовы. Я тебе вышлю в полный рост. Посмотришь на своего Григория. Я также прошу тебя, Постарайся как-нибудь сфотографироваться. И поставь свою фотокарточку мне. Шурик, твое письмо, Где ты сообщаешь о Вешкине и о Быстромецких, Сильно повлияло на меня. Какие были хорошие люди. Саша Вешкин был мой замечательный друг. Мне жаль его. От всей души жаль. А еще я не знаю, Что с моими другими друзьями. Передай, пожалуйста, Сергею Дмитриевичу, Что я очень беспокоюсь о его здоровье. И желаю скорее выздороветь. Шурик, передай привет всей вашей семейке. И скажи, что я девушкам после войны Пожелаю самых наилучших женихов. Крепко целую тебя, моя крошка. Гриша. Письмо было написано 12 августа 1943 года. Письмо старшего политрука П.М. Зайцева В город Царанск родителям. Здравствуйте, дорогие родители. Это письмо пишу с передовой. Совсем недалеко рвутся мины, Снаряды, в общем, В настоящей боевой действительности. Главное, Нужны спокойствие и крепкие нервы. О себе сообщаю, что пока жив и здоров. Чувствую себя неплохо. Сегодня прошли приказ командования, Где я представлен в правительственной награде Ордену Красного Знамени За проявленные мужество и отвагу. В ответ на это я должен сказать, Что каждому из нас Скорее выполнить приказ товарища Сталина Разгромить фашизм в 1942 году И вернуться домой. Папа, хочу узнать, Приехала ли Люба и где Борис. Писем от Любы не получаю. Вы, видимо, уже получили От нашего командования Письмо обо мне. Ну вот и все. Пишите по адресу Полевая почта 242-323 Старшему политруку. Все. До свидания. Крепко целую всех. П. Зайцев Письмо с фронта Грошева Петра Ивановича 22 января 1943 года Адрес Мордовская СССР П. Чанзинка Чанзинский район Пенгелейский сельский совет Поселок Ужалей Моревскино Федору Сергеевичу Обратный адрес 950-я полевая почта Часть 238 Часть 238 Грошев Николаевич Здравствуйте, Люш, ПС, АП и все. Посылаю вам привет. Желаю вам наилучших успехов во всех делах. Лёлик, все твои письма получил. Я получил. Спасибо. Сообщил мне в письме интересные новости Насчет Макушкина и других. Между прочим, насчет Макушкина я так и думаю. Да, он счастлив. А наше счастье с тобой будет впереди. — Лёлик, есть и основания, что я поеду к вам в отпуск? — Да, насчёт Илюши неизвестно, что с ним. Я ему писал два раза, но ответа нет. — Напиши, Лёлик, на имя командира части письмо, где спросите, почему Илюша не пишет. А я со своей стороны тоже так сделаю. — Розыск пока не подавайте. — По-моему, он не пишет лишь потому, что он не имеет постоянного адреса и нет возможности ему писать, так как они там сильно двигаются. — Вот так, очень не беспокойтесь. — Лёлечка, сообщи мне, получила ли ты за декабрь и январь по аттестату денег. Ты должна получить, нужно потребовать. Я дополнительно не посылаю лишь потому, что внёс тысячу рублей на строительство танковой колонны. От брата получил письмо. — Лёлик, как я приеду, то насчёт переезда в Хлыстовку всё уладим. — Да, вот адрес Илюши. 24.04, полевая почта, часть 29, Морезкино. Поцелуй за меня, детишек. — Я очень рад, что они растут, но только Юрика поругаю, если он ещё будет ругать мамку. — Лёлик, простите за то, что я не поздравил вас с Новым годом, но знайте, что я вам желаю только счастья. Крепко вас целую. Петя 22 января 1943 года. Письмо просмотрено. Письмо жены Петра Ивановича Грошева Ольги Фёдоровны от 23 мая 1942 года. — Здравствуй, на время разлучный, милый Петя. Шлю тебе привет и желаю счастья в твоей повседневной армейской жизни. Милок, сообщаю, что вчера, 22.05.1942 года, получила два письма, как раз в то время, когда сажал в огороде картошку. «Одно письмо от твоего товарища, Нуйчева Ефима. Он просит твой адрес и велик сообщить его адрес тебе. Они с Катей стали мужейной. Его адрес — полевая почта, номер 490, почтовый ящик номер 17, Нуйчеву Ефиму Павловичу. Другое письмо от нашего сродника, Логинова Алексея. Я им один раз писала, спрашивала насчет одного мальчика с параличом руки, как у Римочки, и справлялась насчет твоих часов. Эх, Петя, не знай дальше, что будет. А сейчас в природе одна красота. Везде зелень появилась, черемха цветет, тепло, и часто дожди бывают. Как Некрасов скажет, зал. Нет безобразия в природе и ночи, но безобразия в чертовском гитлеризме. Была совместная жизнь бы у нас с тобой, то стоило только бы наслаждаться красотой жизни. Но у меня одна половина сердца, наверное, черные. Только вторая часть моего сердца живет и дышит из-за счастья несчастных детишек и также из-за твоей будущественности. Но я думаю, немецкие оккупанты в скором будущем будут разбиты нашей доблестной Красной Армией. И наше счастье, данное Сталином, вернется обратно. Петя, что требовалось меня по части огорода, я выполнилась с честью. Раньше других даже посадила картошку и другие овощи для осени. Приезжай, милый, приезжай с победой над врагом. Кода мунь сельвим сяводы фронцу сычатный лангс. Хоть векецыть, вепильксыть, но пряст шейкаст лангсуц, чама лечаст мартут. Можно мартус кортом с дебасямс. Усадьба сехи келесокись, путысь, кудонь упорост вадрят. Сынь сяки твеси наряжась. Сась каштану в Петя, цернезы пачк яки мельганзу. Петя, пик милявтан кисыть, есть прям кисыяк. Мизи карманти и мизи дитов. И какшны две семи, пик скучавины кисыть. Если можно, то с ним мавт разную форму су в карточка ды кучт. Форма отведя суда снег. Будь и получаса, то кучт сёрма цедиламу. Те, наверно, уле устаткакс. Больше аки нерят паучаму. Хоть ещё сёрма дан. Кадован взороу, стутонь вечки векслеля, дытонь тейкакшут.